Привет, ребятки! Вчера вышло у нас обновление в Драгонест Мобайл. Мы посмотрим и его, как говорится, сегодня, потому что сейчас не было особо времени. Да и обновление, так сказать, немножко огорчило. Да, кстати, наверное, многие заметили, что и кристаллы сейчас перестали давать как компенсацию. Что, разумеется, тоже как-то не ок. Разработчики чухнули, что ребята начали вкладывать меньше бабла. Раз критики, ну, может быть и долго, но можно подкопить. Добавилось у нас событие Тёмной Кошки, событие обмена. К сожалению, все эти нишечки, кошелечки, монетки можно получить из сундучков за алмазики. А наградки тут, мягко сказать, конечно, всё-таки неплохие. Тут у нас есть универсальный нефрит 10 уровня. Прям царский, я считаю, царский. По крайней мере, он актуальный. Нефрит жестокости 9 уровня, тоже лук актуальный. Также на сундучке сверх единорога, это уже не особо, где можно повевать фрагменты маунтов и спрайтиков. Ну и добавили у нас, по-моему, костюмчик. Костюмчик Чёрного Рыцаря, но, честно, ребятки, ну, он так себе. Сейчас в гардеробную зайдём, в костюмчики, костюмчики. Вот, Чёрный Рыцарь. И, мягко сказать, он выглядит, конечно, ну, как сказать. А босса нам выглядит. Что за херняки? Такие рога, типа, там, пушка совмещенная с мячом. Ну, в общем, конечно, костюмчик не прям такой какой-то элегантный, красивый. Так, нахламили, хрен знает чё, и, как говорится, и так сойдёт. Но, к сожалению, все эти нишечки можно будет получить только за кристаллики, покупая данные шняшки. Добавилось у нас вливание души экипировки, и это, в принципе, единственная недонатная вещь, недонатная активность, которую мы можем с вами закрыть. Почему так? Хрен знает, почему так. Остальное всё, потому что только донатное у нас будет. Сундук тёмной колесницы. Да, там, повыбивал, пооткрывал её, и падает, прям, мягко говоря, тоже за лу... Ну, ты понял, короче. Единственное, что здесь из приятного, это, конечно, вот эти камешки очищения. Да, даже, кстати, за вливание дают очень мало волшебной воды. Хрен знает, почему так. Появилось у нас две награды за вход. То есть, вот так вот. Одна десятидневная, вторая у нас семидневная. Которая десятидневка в основном идёт на миньончиков наших, на фрагменты. Типа добавились-то новые фрагменты, и морского дракона, и полуголева магмы, и королева пауков. Ну, хрен знает, тут пока первого-то... Как бы без доната первого-то тяжело собирать, потому что, если и хватает, как бы, осколочков, то очень сильно не хватает пищи миньонов, потому что её улетает на одну прокачку очень много. А прокачать нужно каждую иконку четыре раза. Пополнение-то у нас понятно, алмазики, расходы у нас алмазики, опять у нас пополнение, опять алмазики. Вот вторая у нас семидневная награда за вход. Где из нормального, ну, опять-таки, гигантской лотереи со всякой шляпой, которая, скорее всего, выпадет, а не нормальное что-то. Ну, яйца спрайта, это, ну, кое-куда. Куда не шло, прикольная штука, и, как всегда у нас, по традиции, для всех пацанов, кто ходит в ледяном шмоте, прям для всех пацанов, чисто для вас, ребята, от души в душу. Для вас осколочки на 120 уровень, прям они очень необходимые. Разработчики считают, что прям это очень надо. И я даже логики не могу понять. Нахрена они вообще нужны, если даже с демонического логова там все эти шмотки, все нахрен раздизивается. Даже, которые околдованы и ледяные, они тоже все продаются, если они не редкие. И вот такие всякие пельмени дают, вот, как компенсации, типа, студенческие, еще бы и бомж-пакеты бы тоже предлагали бы, кажется, спасибо этому дому, пойдем к другому. Из более-менее существенных обновлений это и все. Также у нас обновился Стрепня, у нас теперь появился новый банкет, банкет праздника весны, где нам нужны клетки, пельмешечки, новогодние печенюшечки и тушеный карп. Ну, как бы, заморочиться смысла нет, наверное, потому что здесь дают 50 демонеток. То есть, с обычного тоже дают 50 демонетов, ну, там, капец. Ну, больше голды дают, да, на 25 тысяч. То есть, я считаю, что они вообще никак не сыграют роли, когда у тебя там уже по 50 миллионов. То есть, эти 25 тысяч, это просто, ну, не в Красную Армию. То есть, ну, и нахер оно не надо бы, как бы, ну, и не сралось. Ну, тогда поугарать, может, можно. У нас тут делаются клетки. У нас делаются новогодние печенюшечки из батата, кстати. Клёстки у нас делаются из риса и из кунжута. И у нас что тут ещё? Клёстки. Пельмешки, пельмешки. Где у нас пельмешки? Пельмешки тоже где-то здесь были. Мы-ка с вами тоже крафтим. Очень ничего интересного. А, пельмешечки, сорян. Сорян, пельмешечки у нас, пельмешулечки. Пельмешушечки. Как говорится, в адрес пельмешек я ничего плохого сказать не могу. Эта еда в студенческие годы была топчиковой для меня. И не только для меня, но и для моих друзей и одногруппников. Как говорится, всё бывало. Пельмешки они прям реально вытаскивали. Они у нас выбиваются с инстансов. С инстанса бездны. И с простого сюжетного инстанса. То есть, как бы с этим проблем особых нет. А падают они, эти вонючие пельмеши. В общем, какая-то такая обнова. Ну, кстати, надо, наверное, посмотреть. Вдруг кто не знает, как закрывать ивентик на вливание души. Души экиперёвки. Сейчас мы зайдём, посмотрим какую-нибудь... Какую-нибудь хрень какую-нибудь. А, вот сюда. Допустим, просто берём любую вонючую шмотку. Как очумелый. Просто жахаем её. Прям на пофигу жахаем. Всё, кончилась у нас вода, потому что у меня в последнее время запаса не было. Снимаем данные штанцы. Делаем возврат. Надеваем данные штанцы. И продолжаем жухать. То есть, тут смысл не том, сколько мы тут пробьём звёздок. Да, если прокнет, неплохо. Но нам сам... О, как видите, да? Маленький-маленький недонатный плюс всё-таки, наверное, будет. С этой вонючей активностью. К сожалению, она только одна для недонатеров. Почему? Ну, даже крисиков не дали. Да, хрен с ним. Ладно, недонатная активность одна. Блин, ну дайте пацанам крисеты. В чём проблема? Жалко, что ли? Кстати, по-моему, это единственная шмотка, которая дальше не пропрокнута до следующих приказов. Чё-то никак ей не везёт. Возможно, за этот ивент, за эту активность я её всё-таки жухну. Но это не точно. В общем, наконец-то у меня пошли более-менее выходные. Сейчас буду писать контент. Как говорится, сейчас этот видосик, все дела. Потом БМ. Потом, блин, короче, вброс был. Мне тут жена, ну, игровая скидывает. Драгон С2. И потом, не тот обосный, который, по-моему, уже есть, там какой-то вообще шляпный. А прям такой приколюшненький. Поэтому сейчас я этот видосик, БМ-видосик. И я пойду искать для вас информацию по Драгон С2. В принципе, там очень даже прикольно. Даже по графе, наверное, поинтереснее, чем... А, кстати, у нас всё, винтик закрылся, да? Чем ВДН-ка. Ну, откроем сундучок. Вряд ли упадёт что-то хорошее. Вряд ли! Прям я уверен, что ничего нормального не упадёт. А чё-то, чё? А чё это такое? Фрагмент обменной карточки. Так, собрав 100 фрагментов, тёмные карточки, можно получить тёмную колесницу, да? Да, Хренус 2. О, Пандорки! Две штуки! Вот это щедрость! Вот это щедрость! Вот это... Классно! В общем, пиши в комментариях, как тебе, винтик? Играешь ли ты ещё в Драгон Смобайл? Может, ты играешь во что-то другое? Тоже мне напиши. Как говорится, мы с тобой всегда договариваемся. Я тебе видосик. Ты мне комментосик, лайкосик. С меня обнял, приподнял. И давай, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok